Если еще совсем недавно на цены на нефть давили продажи нефти и стратегических запасов США, а также неопределенность относительно порядков расчетов за поставки российских энергоносителей в Европе, то в самом конце минувшей недели ситуация несколько изменилась. На данный момент негативное влияние на стоимость черного золота оказывает резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Китайской Народной Республике. Крупнейший город Китая Шанхай полностью закрыт на карантин. Уже одного этого достаточно, чтобы участники рынка забеспокоились по поводу спроса на нефть, который безусловно сократится. Так что нет ничего удивительного в том, что стоимость черного золота постепенно идет вниз, и на данный момент все будет зависеть от ситуации в Китае. Если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, то и стоимость нефти продолжит снижаться. В качестве переменной точки по фьючерсам на нефть марки Brent играет значение 102.50, относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. Это привело к замедлению нисходящего цикла и, как результат, ценовому застою между уровнями 102.50 и 106.00. В данной ситуации работа производится относительно заданных границ, так как спекулятивный ажиотаж по-прежнему сохраняется на рынке. Сигнал к покупке поступит с рынка в момент удержания цены выше значения 106.50, что откроет путь по направлению 108.50 и 110.00. Сигнал к продаже будет актуален в случае удержания цены ниже 102.5 долларов за баррель на четырехчасовом периоде. И этот шаг приведет к росту объема коротких позиций по направлению к отметке в 100 долларов или в 96 долларов 95 центов. Что мы видим на графике золота? Не считая кратковременного скачка, случившегося еще 24 марта, стоимость золота уже почти три недели колеблется в районе 1930 долларов за тройскую унцию. По большому счету желтый металл никак не может вырваться из узкого диапазона от отметки в 1920 до отметки в 1940 долларов за унцию. Такой устойчивости можно только позавидовать. Тем более, что глобальные риски и не думают снижаться. Создается впечатление, что они только разрастаются. И по идее золото, как защитный актив, должно дорожать. Но этого не происходит. Судя по всему, это прямое отражение полной неопределенности, в которой находятся инвесторы, не понимающие, что именно происходит и что будет в дальнейшем, в том числе и в отношении золота. Не очень ясные настроения трейдеров на российском рынке. Судя по тому, как активно рубль дорожал, не оставалось никакого сомнения в том, что как только случится переход на оплату газа в российской валюте, должен произойти отскок вверх. Но ничего подобного не происходит. Наоборот, российская валюта уверенно консолидируется немногим выше отметки 80 рублей за доллар и даже демонстрирует незначительные укрепления. Хотя западные средства массовой информации не придали особого значения произошедшему 1 апреля. В основном они говорят о том, что в принципе для покупателей газа ничего не изменилось. И подобный информационный фон должен был бы способствовать ослаблению рубля, получается, что с точки зрения инвесторов определенные изменения все же произошли. Но вот насколько они масштабны, остается вопросом пока открытым. И пока нет ответа на данный вопрос, рубль остается стабильным. Тем не менее, масштабы его роста оказались невероятно впечатляющими, не говоря уже о темпах, так что локальный отскок кажется неизбежным. Возможно, мы станем его свидетелями уже в самые ближайшие дни. С технической точки зрения валютный аппарат доллар-рубль продолжает стоять на месте, сосредотачивая торговые силы в диапазоне 82.50 и 85.50. Столь длительное движение цены в замкнутой апплитуде с высокой долей вероятности приведет к новым спекулятивным манипуляциям на рынке. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся через некоторое время на нашем канале. До встречи!